Итак, в эти выходные Хабиб Нурмагомедов проведет поединок за пояс чемпиона сильнейшей бойцовской организации планеты UFC в легком весе. Однако его титульный бой был под угрозой срыва. Накануне травму получил Тони Фергюсон, с которым Хабиб должен был встречаться уже четырежды, но так и не встретился. В итоге на бой согласился чемпион в полулегком весе Макс Холуэй, у которого на подготовку всего шесть дней. Чем опасен новый оппонент и как Хабиб шел к своему титульному поединку в нашем материале. Один из самых титулованных грэпплеров России, чемпион мира Абдулбарих Гусейнов, уверен, что в легком весе UFC Хабибу Нурмагомедову нет равных, с кем бы он не встретился. Сильные стороны дагестанца, вольная борьба и грэпплинг на недосягаемом для оппонентов уровне. К тому же, по словам Абдулбарих, Хабиб постоянно совершенствуется. В этом помогает характер. Ким был человеком, таким остался, на мой взгляд. И это одна из его сильнейших сторон, то, что слава его никак не поменяла. Человек очень дисциплинированный, волевой, который знает, какой цель идет и что для этого нужно делать. К этому титульному бою Хабиб шел шесть лет. В UFC он провел девять боев и во всех уничтожал соперников. Не проиграл ни раунда, ни на секунду не дал усомниться в своем преимуществе. А ведь среди них были такие известные спортсмены, как Рафаэль Дусаниус и Эдсон Барбоза. Всего он провел 25 поединков и во всех выиграл. Хабиб создал себе имидж непобедимого. По словам его партнера по команде, чемпиона UFC в полутяжелом весе Даниэла Кармье, даже на тренировках он ни разу никому не проиграл. Хабиб носит прозвище Орла, но во время боев он, по общему признанию, больше напоминает Медведя. Одно из самых популярных видео с Нурмагомедовым вот это. Маленький Хабиб борется с маленьким, но все же Медведем. Он сделал папаху, в которой выходит на взвешивание и надевает после поединков популярным в мире головным убором. У него армия болельщиков во многих странах. Вот в Москве. Бураться, все стоять, да пожалуйста. Вот в Бешкете. Вот в США. Единственное, что мешало Хабибу достичь вершины – травмы. После боя с Дос Анисом он не выходил в октагон два года. Из-за травм трижды срывался его бой с одним из, возможно, самых опасных оппонентов – Тони Фергюсоном. Дважды Хабиб срывал поединки из-за травмы и проблем со сгонкой веса. Один раз Тони. Это ожидание поединка настолько затянулось, что спортсмены начали испытывать друг другу откровенную неприязнь. Он слишком много болтает. Я разобью ему лицо и научу его уважать других. Я надаю ему пощечины, если он попытается сломать мою руку. После доминирующей победы Хабиба над мощным ударником Эдсоном Барбозой в UFC решили в четвертый раз организовать поединок между Хабибом и Тони за настоящий пояс чемпиона. На первой пресс-конференции еще в январе бойцы были уверены, что в четвертый раз… Поясом или без пояса этот бой должен состояться. Гарантирую, в этот раз мы оба сделаем вес. Знаете, я думаю, в этот раз бой будет. Но за шесть дней до боя Тони Фергюсон травмировал ногу на съемках. Бой между ними не состоится в четвертый раз. Президент UFC Дана Уайт в сердцах даже заявил, что этот поединок он больше не будет пытаться организовать. UFC в экстренном порядке нашла нового соперника Хабибу. И им неожиданно для всех стал чемпион в полулегкой весовой категории Макс Холлоуэй. Он уверен, что эта победа сделает его легендой. Хабиб уверен, вечер боя Макс долго не забудет. Макс это будет очень тяжелый вечер. Я его уважаю, но это будет очень тяжелый вечер. Потому что он попытается нокаутировать меня перед моими людьми, перед моей командой, перед моей семьей. И когда клетка закроется, это будут очень тяжелые 25 минут для него. Букмекер и комментатор UFC уверены, явный фаворит Хабиб. Он обладает незаурядными навыками борьбы и грэплинга. Он больше, мощнее. Он прошел полный лагерь подготовки. Но Макса, очень умного, опасного ударника, который дважды нокаутировал легендарного Жозе Альдо, со счетов списывать точно нельзя. Если у Хабиба и есть Ахиллесова пята, то это противник, который умеет драться, отступая. А Макс Холлоуэй, чертовски в этом хорош. Да, это был бы обалденный бой, если бы не было такого расхождения. Если бы не было такого короткого уведомления о 6 дней. Бой между Хабибом и Максом начнется в воскресенье в 10.30 по красноярскому времени. Нур Магомедов может стать вторым после Олега Токтарова российским чемпионом UFC и второй после Федора Емельяненко российской суперзвездой смешанных единоборств. Но пока первым, кто никогда и никому не проигрывал.